Всем привет и welcome на наш увлекательный и практичный урок английского языка! Сегодня мы с вами возьмем всем известные базовые английские фразы, такие как, например, «я устал» или «я не понимаю», и превратим их в мощные фразы продвинутого уровня в английском. То есть вы узнаете, как уже знакомые вам фразы звучат на более высоком уровне, что поможет вам тоже звучать более продвинуто и не ограничивать себя больше простыми базовыми фразами. Ведь, по сути, как люди выходят на более продвинутый, более высокий уровень иностранного языка? Правильно, один из пунктов – это изучение фраз более продвинутого уровня. Готовы приступить? Итак, первая базовая фраза, которую мы с вами превратим в фразу более сложного уровня, и запомним, как она звучит – это «it's not very difficult». Это не очень сложно. Скажем мы, если у нас только базовый уровень английского. Ну, а если мы не хотим ограничивать себя только этим, и хотим, чтобы наш английский звучал как на более высоком уровне, то мы скажем «it's not rocket science». Давайте скажем это вместе. Дословно это можно перевести как «это не наука о ракетах», то есть здесь нет ничего мега сложного. Например, на базовом уровне мы скажем А как мы скажем это на более продвинутом уровне? Давайте попробуем. Вы скажете Очень хорошо. Итак, если вы хотите сказать, что что-то не очень сложное, смело говорите «it's not rocket science». Это не rocket science. Субтитры создавал DimaTorzok Следующее базовое выражение Какое ходовое, правда? Я не понимаю. На более продвинутом уровне английского мы будем говорить Да, через глагол get. Давайте скажем это вместе. Представьте, как вы говорите кому-то Я не понимаю. И скажите Например, на базовом уровне мы скажем Я не понимаю эту шутку. Что смешного? А на более продвинутом уровне мы скажем Что? I don't get this joke. What's funny? I don't get this joke. Итак I don't understand. I don't get it. Следующее I'm so happy. Скажем мы на базовом уровне английского Я так счастлив I'm so happy. Ну а в продвинутом уровне мы скажем I'm over the moon I'm over the moon То есть, как бы Я так счастлив, что я даже выше, чем луна Над луной I'm over the moon Например, можно сказать I got a new car I'm so happy А можно сказать Да I got a new car I'm over the moon I'm over the moon Представьте, как вы чему-то очень радуетесь Вы очень счастливы И скажите I'm over the moon Because I'm going on vacation Потому что я еду в отпуск, например И так далее Напишите ваши примеры внизу под этим видео С выражением, которое вам сегодня понравилось Или понравится Следующее чудесное выражение Когда вы говорите, что вам кто-то нравится Или вы в ком-то заинтересованным Вы можете сказать I like you I really like you Или Но в продвинутом английском вы скажете Давайте скажем это вместе Это значит, что ты мне очень нравишься Я очень в тебе заинтересован Причем это не обязательно может быть о человеке Это может быть о каком-то хобби О каком-то занятии И так далее Например I'm into cars Я увлекаюсь машинами Я заинтересован в машинах Давайте потренируемся Поменяйте предложение так, чтобы оно звучало как на более продвинутом уровне I think you should know That that guy really likes you What did you say? Что вы сказали? I think you should know That that guy is really into you То есть, используем глагол to be I am Потом into He is into you And so on И так далее Пожениться Кто знает, как это сказать по-английски? Да To get married Например They are going to get married Они собираются пожениться А как это сказать на более высоком уровне английского? They are going to tie a knot Представляете? Они как бы собираются завязать узел Связать себя узами брака Можно так запомнить They are going to tie a knot Попробуйте сказать вот это предложение на более высоком уровне Будьте внимательны They are finally going to get married I am so happy Чтобы успеть все проговорить Ставьте видео на паузу Скажите все, что нужно вслух И возобновите просмотр И так У вас должно было получиться They are finally going to tie a knot I am over the moon И так To tie a knot To get married Очень редко Например Я очень редко это делаю Да По-английски мы скажем Very seldom Это на базовом уровне Или Very rarely На более высоком уровне вы скажете Есть такая идиома Она звучит как Once in a blue moon Довольно часто используется в английском языке Поэтому обязательно ее запомните Once in a blue moon Сейчас посмотрите на экран Look at your screen Посмотрите на ваш экран Вы видите предложение Написанное на базовом уровне английского Давайте его прочитаем He calls her very seldom I think he is just not interested in her Он ей звонит очень редко Да? Кто понял это предложение? Я думаю, что он, скорее всего, просто в ней не заинтересован Теперь давайте скажем это же предложение Только немножко по-другому Как бы вы его сказали Через продвинутое выражение Так у вас получилось? Good job! Итак, очень редко Very seldom Или Once in a blue moon Очень ходовая повседневная фраза Это я устал Или я очень устал Как мы это скажем? Кто знает? Да I am very tired Как же это сказать на более продвинутом уровне? Запоминаем I am exhausted Это значит, я очень сильно устал Very tired Exhausted Например Can we go home? I am very tired Can we go home? I am exhausted I am exhausted Итак Very tired Exhausted Следующая фраза Тоже очень ходовая Мне очень холодно Как вы это скажете по-английски? I am very cold I am very cold На продвинутом уровне мы скажем I am freezing Мне очень холодно I am freezing Скажите это вслух I am freezing Посмотрим на экран И превратим вот этот базовый мини-диалог В мини-диалог продвинутого уровня Can we go home? I am very cold But I want to stay outside I am so happy With this weather Что у вас получилось? Can we go home? I am freezing But I want to stay outside I am over the moon With this weather Следующая I am so busy today Я сегодня так занят I am so busy today Как это можно сказать на более высоком уровне? Кто знает? I am all tied up Например I am all tied up today Я сегодня мега занят Очень занят Very busy All tied up Потренируемся I am all tied up today I am very hungry I am very hungry Я очень голоден Или I am starving I am starving Например I am hungry And I am cold Let's go home Ставим видео на паузу И трансформируем предложение Что у вас получилось? I am starving And I am freezing Let's go home Итак, я очень голодный I am starving I am starving Are you starving now? Я сомневаюсь По-английски мы скажем I doubt I doubt На более продвинутом уровне Это прозвучит как I am feeling dubious I am feeling dubious Давайте скажем это еще раз I am feeling dubious Например I doubt if it's gonna snow In this city it happens very seldom I am feeling dubious If it's gonna snow In this city it happens once in a blue moon Давайте скажем еще раз I am feeling dubious Я ухожу Можно сказать I am leaving А можно сказать I am off Что вам больше нравится? I am off I am off Я ухожу Например, попробуйте сказать по-английски Я очень устал и мне пора домой Я ухожу I am exhausted Помните? I am exhausted And I need to go home I am off Итак, я ухожу I am off Я оплачу счет Например, вы сидите в ресторане И говорите вашему другу или подруге Я заплачу Я оплачу счет Вы можете сказать I will pay the bill Или на более продвинутом уровне Вы скажете It's on me It's on me Очень просто, правда? То есть, как бы Это на мне It's on me Например We can split the bill No, no, no I will pay the bill today Да, также можно сказать We can split the bill No, no, no It's on me today It's on me today Я совершил большую ошибку I made a big mistake Или на более продвинутом уровне Обратите внимание Это также Очень разговорное выражение I screwed up Обратите внимание Я еще раз повторю Что это очень разговорное выражение То есть, допустим С вашим начальником Если вы с ним общаетесь На английском языке Такое нельзя ему сказать Окей? Это только в разговоре с друзьями I screwed up Это означает Я сделал большую ошибку Я натворил дел Я напортачил I screwed up Трансформируем предложение Из базового уровня В более высокий I'm afraid I made a big mistake And I doubt If I can correct it I'm afraid I screwed up And I'm feeling dubious If I can correct it И еще одно выражение Let's meet Давай встретимся На более высоком уровне Можно сказать Let's catch up Let's catch up Это фразовый глагол Переводится как Встретиться Давайте скажем это вместе Let's catch up Например, вы с кем-то Познакомились Пообщались Прощаетесь И говорите Hey, it was nice meeting you Let's meet sometime Here's my number Как это можно сказать На более продвинутом уровне? Да, вы скажете Hey, it was nice meeting you Let's catch up sometime Here is my number Let's meet Let's catch up Okay, guys Well done Отличная работа, ребята Вы прекрасно постарались И узнали сегодня Много чего нового И полезного А возможно Кто-то из вас уже что-то знал И сегодня он это повторил Подписывайтесь на канал Если вы вдруг Еще не подписаны Ставьте лайк Если это видео Вам было полезным И напишите примеры Ваших предложений С теми фразами Которые вам сегодня Мне понравились Ну а за дополнительными Видео и аудио уроками Английского А также курсами Английского языка Заходите на сайт БыстроEnglish.com Ссылка внизу Под видео Подписывайтесь на канал